По доброй традиции, в начале учебного года День открытых дверей проходит и в Венсполском Доме Творчества. 1 сентября любой желающий мог ознакомиться с предоставляемыми программами, пообщаться с педагогами, поучаствовать в творческих мастерских и выбрать интересный для себя кружок. Мы это делаем пятый год подряд, и как вы видите, много желающих посетить это мероприятие от пожилых людей до детей, которые еще лежат в колясках. Тут представлены все возрасты, значит, все чего-то здесь находят. И непрерывный поток посетителей сегодня. Выбирают занятия для себя, для своих детей, внуков, знакомятся с педагогами, ищут, как содержательно проводить свободное время в Венсполсе. На сцену с показательными выступлениями вышли учащиеся Дома Творчества, чтобы продемонстрировать все, чему они научились. И некоторые из них уже многого достигли. В общей сложности Дом Творчества предлагает 60 различных программ, и каждый может выбрать что-то интересное. И зачастую те, кто уже занимается в каком-то из кружков, записываются и в другие. Дети меняются, они ходят по кружкам, туда-сюда гуляют, их нельзя заставлять насильно. Даешь то, что им самое главное – осанку, укрепляем осанку. И красивая походка, чтобы сердечко не болело, позвоночник прямой, хороший, крепкий. То есть укреплять здоровье самое главное детям, потому что очень много детей болеет часто и не посещает школу. А когда начинают заниматься, то посещаемость улучшается. На протяжении всего года можно записаться на те или иные занятия, правда, если остались свободные места. Программы предусмотрены как для детей, так и для подростков и молодых людей. Например, в этом году в фотоклуб могут приходить и взрослые. Мы принимаем и в сентябре, и в ноябре и так далее, потому что это как выбор карьеры. Если ребята видят, что вот мне это не нравится, он может уходить от этих занятий и выбрать что-то другое себе. В Парвинской основной школе будут проходить занятия по правилам безопасности. Там научат шить игрушки, еще там научат шить игрушки и играть в шахматы. Также будут проходить интерактивные занятия по латышскому языку для детей, у кого родной язык не является латышским. В помещениях школы будут проводиться и различные творческие мастерские, и конкурсы. На бесплатных кружках домотворчества можно научиться чему-то интересному и порой необычному. И еще радиоэнтузиасты будут собираться в Венцболском вузе. Там будет клуб для подростков, для юноши, чтобы больше знать про это дело. И может присутствовать при том, как Венц-Венц отправляют на орбиту. Диана Олегнович, Ольга Смирнова, Ребекка Росса, Эдгар Сендриксон, Курзомское телевидение.